Итак, давайте начнем и для начала немного разогреемся. Встаем на коврик так, чтобы стопы были параллельны друг к другу, а теперь расслабьте руки и представьте прямо, что ваши руки становятся, знаете, словно такими веревками, плетьми я это называю. И теперь мы, удерживая корпусы, стопы неподвижно, начинаем разбрасывать эти плети из стороны в стороны. Обратите внимание, стопы остаются неподвижно, и я каждый раз с каждым движением рук хочу еще больше, чтобы руки буквально обвивали мой корпус. Разбрасывая таким образом руки, мы одновременно улучшаем кровообращение, включая центр, то есть заставляем наши мышцы кора включиться и хорошенько разминаемся. Сделаем еще с десяточку таких вращений. Дышим просто естественно, как получается. Ага, отлично, очень хорошо. А теперь мы остаемся стоять, сплетаем руки за спиной, стягиваем лопатки и с выдохом наклоняемся вперед и позволяем рукам стекать вниз. Тянем седалищные кости вверх и одновременно опускаем руки вниз. Не давим их вниз, а просто позволяем им сейчас стать тяжелыми. Хорошо. Расправили руки и садимся между пяток. Садимся между пяток и локтями, как следует, расталкиваем колени в стороны. Если требуется, вы можете приподниматься на пятках, да, оставляя пятки в воздухе. И теперь оттолкнули одно колено. Можем оттолкнуть его либо локтем, либо прямой рукой прям. Поотталкивали его, вытягивали вот эту область. Хорошо. А теперь точно так же другое. Отлично. Садимся на коврик, опускаем колени так, чтобы они были 90-90. То есть и эта нога 90, и эта 90. Пятка касается колена. Попробовались для начала немножко опустить седаечные кости на коврик, а теперь перекладываем колени вправо и влево. Будет получаться, что немножко съезжаете вперед, как бы крадетесь по коврику вперед. Но ничего страшного. И еще разок. Ага. Отлично. Положили одну ногу перед собой, подхватились. Делаем себя правой рукой под правым бедром. Левую положили сверху, натянули стопу на себя. И теперь поднимаем ногу вверх и опускаем вниз. Угу. Отлично. Поменяли. Стараясь прямо до самого конца распрямлять ногу. Угу. Отлично. Хорошо. Перекатываемся на колени. Остаем сидеть на пятках, захватили себя за грудную клетку. И теперь вращаем рукой. Наша цель, чтобы не грудная клетка вращалась, а только рука. Поэтому мы придерживаем одной рукой грудную клетку, а здесь абсолютно прямым локтем. Уводим руку назад. И возвращаем. Угу. И давайте еще разок. Отлично. И возвращаем. Угу. Хорошо. А теперь то же самое другой рукой. Снова не позволяя грудной клетке вращаться. Наша цель прямо заставить глубинные мышцы включиться и стабилизировать наше плечо. Угу. И еще разок. Прям медленно проходя самую глубокую амплитуду. Хорошо. Остаемся сидеть в этом положении. Разводим руки широко. И теперь представьте, что у вас здесь словно колесо. И мы начинаем руками делать такие вращательные движения, ощущая, как при этом работает и плечо, и пространство между лопаток. Почувствуйте, как лопатки соединяются вместе, когда мы делаем это движение. И в другую сторону. Постепенно пробуждаем мышцы. Угу. Очень хорошо расправили плечи. Перекатились на колени. И приятно потянулись собаки морды вниз. И здесь перекатываемся с одной пятки на другую, растягивая всю заднюю поверхность ног. Отлично. 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 Поднимаем таз вверх, сжимаем ягодицы. Теперь прямую ногу поднимаем вверх, опустили до уровня колена, согнули, подняли, до уровня колена, согнули и продолжаем. Следите за тем, чтобы таз не провисал слишком вниз. Из этого положения мы приподнимаем колени и оставаясь в такой полусобаке, мы выносим одну ногу в сторону, так что видите, она не уходила назад или куда-то, она ровно уходит в сторону, то есть напрягается вот эта внутренняя часть бедра. Возвращаемся и точно так же. И таким образом мы как бы выносим одну ногу, а затем поочередно другую. Продолжение следует... Продолжение следует... Следующее упражнение простое, но эффективное. Мы сначала ставим одну ногу, затем другую. Вот мы оказались в положении приседа. Коленки при этом не собираются вместе и не расходятся наружу, они строго параллельно. Опустили одну ногу, опустили другую и продолжаем. Чтобы у нас равномерно загружались ноги, я их меняю. То есть, видите, сначала я ставлю правую ногу вперед, а затем левую. И таким образом работаем. Вот. И так. И так. Продолжение следует... Опускаемся на предплечье, поднимаемся в планку, удерживая таз в правильном положении. И теперь мы разворачиваем предплечье так, чтобы оно было параллельно. Развернулись в одну сторону, поменяли предплечье, развернулись в другую сторону. Помните, таз не поднимается. И мы разворачиваемся из стороны в сторону, танцуем такой планочный гопак. Так. 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 Продолжение следует...